Продолжаем проходить Алису, безумие возвращается. Мы сейчас находимся в четвёртой главе и движемся к нашему старому противнику, Красной Королеве, или как там ещё называется, Червоная Королева, кажется. Но неважно. Самое главное, что это просто ещё один шаг к тому, чтобы вспомнить всё, что было в нашей жизни в момент пожара и так далее. Так что пока что будем любоваться карточным городком красивым и чистым ясным небом, пока ещё есть такая возможность. Потому что это не навсегда. Да, надо только не забывать всё осматривать хорошенько, чтобы хотя бы собрать зубы побыстрее. Ну, как получится, ничего не обещаю. А дайников здесь, естественно, также много. Причём, почему-то ещё телепортируемся куда-то. Зачем? Да-да-да, вполне... Уже так с первой фразы было понятно, что он хочет, чтобы вы всё забыли. С первой фразы в игре, что вполне очевидно. Почему он раз в разом повторяет то, что он пытается нам навязать забвение? В этом, конечно, есть смысл как раз. Потому что из-за того, что Алиса продолжает вспоминать всё, что с ней было, такое ощущение, что она становится всё более и более безумной. Потому что она всё быстрее проваливается в Страну Чудес, и всё дольше здесь остаётся. При этом она умудряется ещё и в реальности одновременно что-то вытворять. С кем-то спорить на кого-то, орать и так далее. Странно всё это, в общем. Головоломки пока что вроде бы не сложные в целом, но всё равно тормозить не стоит. Ещё вон там, правда, осталась какая-то часть этого карточного домика. Вернее, городка. Там, может быть, тоже что-нибудь было. А может, и нет, чёрт его знает. Или я как раз туда и телепортировался на секунду. Не очень здесь, конечно, всё понятно. Но кому нужна логика, если можно просто бегать и всех кромсать? Было бы только ещё целей побольше. Впрочем, с этим всё тоже будет неплохо, но кажется, нужно просто дойти до одного места в этой главе. До более мрачного и тёмного, чем здесь, конечно. Потому что сейчас мы просто расслабляемся и любуемся, и падаем вниз. Ужас просто. Эти идиотские карты возникают всегда очень поздно. Зато можно легко провалиться куда-нибудь. А можно и не проваливаться. У меня всё-таки уже есть опыт. Так что пора учиться играть по-нормальному. Показывать мастер-класс и так далее. Ну, посмотрим. Это тайник или нет? Да, кажется, вон там вижу бутылку вдалеке. Забавно, конечно, что всё издалека здесь видно. В отчасти, по крайней мере. На чёрт. Жаль, что таймер нельзя прокачивать для нашей бомбы. Хоть это, по идее, отчасти оружие, но всё равно не прокачиваемое вообще никак. И почему носы стали призрачными, интересно. И как герцоги не собираются их жрать, если они призрачные, то есть не живые, не настоящие и так далее. Фиг их знает. Хотя, да, опять же. Это всё ещё моё больное воображение. Никто никого жрать не будет, пока я этого не захочу. Каждый раз нужно это себе напоминать, а? В каждой серии, буквально. Интересно, конечно, идея с этими платформами, появляющимися. Так запоздало. Немножко жутковато из-за этого. Да уж. Но клёво. Всё, что ли? Ну да, получается, самая весёлая часть закончилась. Теперь начнутся проблемы. О, какие проблемы. Я помню это место. Хотя, ну и понятно, уже большая часть игры пройдена. Да. Как видите, чисто ясно, а небр и природа ушли в небытие. Теперь облачка, серость и опять какие-то дурацкие каньоны. Ой, блин. Снова и снова и снова. Уже издалека под декорацией можно увидеть, что мы движемся в не самое приятное место. Печально, блин, каждый раз, уже второй раз так за игру, кажется, или в третий, или в какой-то... Который уже, когда мы начинаем с очень красивого места, как было в самом начале игры, попадаем в итоге в задницу. И опять двигаем через серые, скучные коридоры. Да. Увы. Снова, снова и снова и так далее. Фух, еле-еле. И опять дорожка исчезла. Занятный эффект получается. Эх. Блин, как же я не хочу сюда идти. Продолжение следует... Она была face of evil, in the heart of darkness. Она не воспринимает тебя слишком хорошо в последнее время, я потерял голову, как я вспомню. Она полностью обрабатывается. Вы взяли крану ее, но сейчас вы выставили ее. Вы должны поговорить с ней, что осталось от нее. В любом случае... Смысл этого все равно особого нету. А вот то, что настало, придется идти в очередное... ...уродливое место, это печально. Интересно, почему здесь эта развилка может пойти в одну сторону, и в другую, и в третью. Хотя, правда, в предыдущей части, путь к королеве был поинтереснее, потому что мы прошли через лабиринт. Довольно красивый и атмосферный лабиринтик. И, правда, игру все равно допроходили до конца через идиотские коридоры с ржавыми шестеренками бесконечными. Что было уже, конечно, гораздо более неинтересно и печально. В целом. А здесь, как видите, будет серый-серый замок. Серый и скучный, что вполне очевидно уже на подходах к нему. Это, к сожалению, печально. Эх, кстати, к чему здесь все-таки эта развилка? Надо посмотреть. Хорошо, хоть разбиться не можем. Тут, конечно, тоже атмосферно по-своему, но... ...та атмосфера, которая меня как раз никогда не радовала, это атмосфера серости и скуки. Здесь, конечно, имеется в виду нечто другое, а скорее опустение, разрушение и так далее. Ну, мне-то этого не легче, честно говоря. Вижу отсюда воспоминания. И вот как до нее добраться, это уже отдельный вопрос. Хм... Така. Мы не ищем легких путей, поэтому стараемся стрелять в свою идею из самых неподходящих углов, как обычно. То есть они серьезно принимают все, что придумывает Алиса и всех ее персонажей, разве нет? А, хотя нет, стоп. Он, кажется, говорил по-настоящему монархию, а не про эту, которая находится здесь. Ну и ладно. Здесь начинается уже своя атмосфера. Добро пожаловать, Алис. Поскольку здесь каждое следующее число является складываемостью, складываемость предыдущим. 1 плюс 3 будет 4, 3 плюс 4 будет 7, 7 плюс 4 будет 11, 11 плюс 7 будет 18. Заставляйте меня еще решать тут задачки? Кошмар. Райто. Это вообще самая сложная часть из всех остальных, связанных с ракушками. Ну да ладно. Еще один пауэрап. Хоть всех теперь я-то значно не соберу. Но пока что вроде так обходимся, не так ли? Посмотрим. Очень красивое место, не хотелось оттуда уходить, блин. Но выбора нет. До конца игры мы все равно будем постоянно находиться в самых серых и неприятных местах теперь. Правда, там еще, кажется, будет интересное кое-что. Но все равно, так хорошо, как в начале игры, уже не будет. И это печально. Будем привыкать. Это вполне такой стандарт для игр. Когда ты начинаешь на красивых и ярких локациях, а заканчиваешь в серости во всяком дерьме. Как и здесь тоже. Старые добрые противники в новой оболочке. Гоя здесь. Песня. Продолжение следует... Неплохо, правда? Взяли и превратили... Хм... Обычных стражников, которых можно было расчленять, в зомбиков. Теперь, правда, никакого расчленения больше нету. Ножиков в них не покидаешься. Это немножко печально. Так. Что они пытаются показать здесь? Чёрт его знает. Шахматные фигуры. Только теперь уже более внушительные, чем в первой части. Раньше они были мелкими. Да и стражники тоже были довольно мелкими. Они такими здоровенными. Впрочем, это же всё мутации. Нашего сознания. Так что ничего особенного. Всё как всегда. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ничего удивительного, что я их не помню точно Не могу вспомнить, распознать и так далее Да и кому они, в принципе, нужны, опять же Тут персонажи-то раз-два и обчёлся Все остальные-то просто мелочь Которую один раз увидел, тут же забыл навсегда Увы Такова жизнь Кстати, да, действительно так быстрее я передвигаюсь, кажется Надо чаще это делать Ну-ка, бомба ему хватит, интересно Хватило Да уж Какой хрупкий, однако, оказался Не удивительно, что Алиса ниотчего не вылечилась, блин Если тебе вместо должного лечения Забай забивает голову идиотскими цитанами Которое можно растаскивать Да, путь предстоит неблизкий, к сожалению Я слышу, что эта глава вроде как покороче, чем третья, но даже не знаю У меня она заняла много времени И, скорее всего, займёт ещё больше А я обходился каким-то образом Мне хватало текста всегда Хм Почему, интересно? Интересно Ни хрена не видно здесь. По идее, это должно быть, скорее всего. Ну блин, это реально раздражает. Хорошая мысль. Еще раз подтверждаю, что наши родители хотя бы были хорошими людьми. В отличие от всех остальных, кого мы видим в этом крыбанном мире. Все уроды один хуже другого. Кроме наших родителей. Или может быть опять же это потому, что Алиса так хочет видеть их. А не потому, что это реальность. Опять же все из-за того, что мы не видим другие точки зрения других персонажей. Все от лица Алисы. И от того, что она говорит. И воспоминания эти звучат слишком пафосно, чтобы быть реальностью, чисто говоря. Так что фиг его знает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Еще одна часть стороны, которую создала Алиса, постоянно разрушается и разваливается. Неужели ее сила воображения настолько слаба уже, что она не может быстро на все восстановить? Ну так, от нечего делать для развлечения. Чтобы бегать не просто по серым коридорам, хотя бы по чему-то похожему на... ...жизнь, а не бесконечное увядание, которое встречается по всей игре. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, наконец-то! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А вот этого, кажется, убить уже нельзя. Надо сбегать. Я пытался его победить изо всех сил, но мне кажется, это никак не получилось. Он тупо тебя убивает, и все. Я идиот. Дон Киоти у него лучшее возможность с его виндмилами. И без риска декапитации. Ага, точно, можно свалить. Закрыл двери, и все. Когда я в первый раз его встретил, я упрямо пытался его победить. Полчаса потратил он на то, чтобы драться с этим уродом, потому что думал, что это очень тяжелый босс просто. Хех, не замечал в упор, что есть выход, оказывается. О, черт. Прямо как в первом Гарри Поттере, когда мы убегали от тролля. Ужас, блин. Напряженные моменты, конечно. Естественно, мы убить сможем этого гада в будущем, но нужно постараться. Пока что не торопиться. Почти, что набрали последний апгрейд. Логично. Только к чему это было сказано, хрен его знает. Мушкетон нам все равно здесь не выдадут, в отличие от первой части. А жаль, огнестрела так не хватает. Ну, кроме пулемета, конечно. Ты особенная. Ты единственная здесь живая из всех. Все стали же тупо зомбари. Чего удивляться, что на живое мясо потянуло. Ой, я, кажется, помню это место. В этом месте игра у меня заглючила почему-то. То есть вот эти вот фиговины отказались опускаться вниз. Ну-ка, сейчас посмотрим, сработает ли или нет. Сработало, кажется. Фух. Ну да. Я помню, когда здесь первый раз оказался. Я начал прыгать туда-сюда, потому что эти фиговины не опускались прямо. Спрыгнул вон туда, аж умудрился долететь, потому что там, оказывается, пропасти нет. А можно приземлиться вон на те плиты и гулять по ним сверху. В первом прохождении, естественно. Ну, спасибо, хоть сейчас не нужно этим заниматься. Видимо, просто нужно было перезагрузиться в тот раз, а не начинать бегать туда-сюда. Ну, откуда я мог так знать? Ну, откуда я мог так знать? На, чёрт мои зубки. Вот дебилизм, а. Даже собрать не дали. Вот так, правда. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...